доброго дня всем зрителям канала целебные разнотравия сегодня темой для нашего разговора будет растение под названием репешок обыкновенный агримония эупатория так называют название звучит на латинском слова эупатория в этом названии не случайно трава стала так называться в честь древнего понтийского правителя митридада эупатора который очень ценил это растение за ее лекарственные свойства а они действительно выдающиеся и хотя в отечественной фармакопе эта трава не используется в народе ее применение очень широко к тому же это растение используют и в официальной медицине ряда стран западной европы трава имеет богатейший химический состав начиная от флавоноида квертицина известного своими мощными антиоксидантными свойствами и заканчивая кремниевой кислотой благодаря которой это растение имеет способность укреплять стенки сосудов а состав микроэлементов здесь вообще трудно перечислить медь цинк железо ванадий никель хром титан марганец стронций цирконий серебро вот что вмещает себя это неприметное на вид растение с давних времен люди использовали репешок как для приема внутрь так и для наружного применения чаще всего этой травой пользовались в случаях болезни печени при желтухе гепатитах и даже при циррозе также используют ее и при болезнях желчного пузыря жестких проток при холециститах помогает это растение и при различных расстройствах желудочно-кишечного тракта так как способствует пищеварению и улучшает перистальтику кишок листья цветки и стебли этого растения проявляют мягкое мочегонное действие поэтому препараты из него используют при болезнях мочевого пузыря при циститах благодаря своим мочегонным свойствам эта трава способствует выделению вредных солей которые откладываются в разных частях организма в частности при такой при такой болезни как остеохондроз если же настоять семена этой травы на красном вине около четверти бутылку запомнить семенами полностью залить вином и настоять две недели то такое лекарство наоборот предотвращает произвольное мочеиспускание в ночной период принимать эту настойку нужно по 40 миллилитров трижды в день репешок обыкновенной способствует улучшению состояния поджелудочной железы поэтому водные настои из него используют при панкреатите если же у вас выявили полипы в желудке или в кишечнике то не нужно спешить с хирургической операцией ведь это целебное растение прекрасно лечит полипы причем без каких-либо особых побочных эффектов чудесно помогает трава репешка при различных воспалениях ротовой полости и верхних дыхательных путей особенно когда пропадает голос появляется охриплость чтобы избавиться от этих неприятных проявлений следует несколько дней полоскать горло отваром травы с добавлением меда хорошо лечит репешок и разнообразные раны порезы фурункулы кожные дерматиты для чего применяются примочки компрессы из крепкого отвара растения и вообще эта трава благотворно и тонизирующе влияет на организм поэтому англии например ее пьют ежедневно как чай следует еще добавить что как правило все отвары из репешка нужно принимать с медом что значительно усиливает лечебный эффект и еще один нюанс если для приготовления отвара из большинства растений достаточно их только довести до кипения то траву репешка а особенно его стебли и корни следует прокипятить на малом огне на протяжении 3-5 минут после чего несколько часов настоять ну а доза стандартная одна столовая ложка сухой сухой травы на стакан воды с последующим добавлением одной столовой ложки меда ну а на этом буду заканчивать мой короткий рассказ для всех кто интересуется лекарственными растениями советую подписаться на мой канал целебное разнотравие до свидания желаю всем крепкого здоровья